Девушки отдыхают 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 Приведет нас к жизни вечной. Аминь. 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 Помолимся. Боже вечного милосердия, празднованием Пасхи ты оживляешь веру, посвященного тебе народа. Умножь у нас здоровую благодать, чтобы мы глубже осознавали величие крещения, которым мы очистились, духу, которым мы возродились, и крови, которой мы искуплены. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Садитесь, братья и сестры, депутрируйте слово. Чтение деяния святых апостолов. Братья, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в головлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякий душе, и много чудес и знамени совершилось через апостолов в Иерусалиме. Те же верующие были вместе и имели всеобщее, и продавали им имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и прилавляя по домам хлеб, принимали пищу и веселье, и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Слово Божие. Благодарение Богу. Славьте Господа вовек, милость Его вечна. Славьте Господа вовек, милость Его вечна. Да скажет ныне Израиль, он благ ибо вовек милость Его. Да скажет ныне Дома Аарон, он благ ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящиеся Бога, он благ ибо вовек милость Его. Славьте Господа, милость Его вечна Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня Господь – сила моя и песнь Он посадился моим спасением Глаз радости и спасения в жилищах праведников Славьте Господа, милость Его вечна Камень, который отвергли строители, садился главой ума Это от Господа и есть дивно в очах наших Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Бог Славьте Господа, милость Его вечна Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых рук Купованию живого Чтение первого послания святого апостола Петра Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа По великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых Купованию живому, наследству нетленному чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас Силую Божию через веру соблюдаемых и спасению, готовую открыться в последнее время Осем радуйтесь, поскорбев, теперь немного, если нужно, от различных искушений Дабы испытание веры Ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаю Испытываем его золотом, похвалий, чести и славе в явлении Иисуса Христа Которого не видев, любите и которого доселе не видя, но верою в Него Радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру в Вашего спасения душ Слава Божьем! Подобновение Богу! Слава Божьем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Аминь Дорогие братья и сестры Дорогие братья и сестры Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры Дорогие братья и сестры Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры 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 Субтитры создавал DimaTorzok душ, а особенно для несчастных грешников. В этот день открыты глубины моего милосердия. Я изливаю целое море милостей на душу, которая приближается к источнику моего милосердия. Та душа, которая в этот день приступит к исповеди и святому причастию, получит полное отпущение греков и избавление от наказания. В этот день открыты все каналы, по которым изливаются милости. Именно поэтому в воскресение Божьего милосердия не накладывается епитимии, снимаются наложенные епитимии, все временные наказания отменяются, получают полную амнистию те, кто приступит в этот день к таинскому исповеди, а потом к причастию. И в каком-то смысле это такая индульгенция, установленная самим Иисусом Христом. В праздник Божьего милосердия полное отпущение греков и избавление от всех наказаний. В праздник Божьего милосердия особенно почитается образ милосердного Иисуса, написанный в соответствии с ведениями сестры Фустины Ковальской. Читается венчик Божьему милосердию. Девятидневная новенна, которая начинается в Страстную Пятницу. Читается венчик Божьему милосердию. И вот Иисус обещал через эту новенну оказать душам многие милости. И в день этого праздника, уповая на милосердие Божие, можно просить чего угодно для себя и для других. Лишь бы просьбы отвечали воле Божией и служили к обламу. В праздник милосердия все милости и благодати доступны для всех, как для общин, так и для конкретных людей, если просить веры и упования. Многие люди ведь не знают, что такое милосердие. Они думают, что вот бывает такое же, что никак не прощается. Знаете, я, когда готовился к проповеди, к сегодняшней, прочитал неожиданно две книги воспоминаний одного и того же священника, отца Павла Груздева. Обычный священник из Ярославской области, которому не повезло родиться в начале 20 века и пройти вместе со всей страной, ну, все ужасы и двух войн, и сталинских репрессий, и ГУЛАГа, и так далее, и так далее. И он много вспоминал о человеке. Он был очень и очень простой, кстати, ну, не сразу стал священником, ну, даже немножечко так и уродствовал, но как-то с детства. Там даже однажды его, он был послушником в монастыре, ну, то есть еще, а когда установилась советская власть, первое время даже от монастыря там нужно было избрать, ну, народных заседателей в суд. И его избрали, там судили человека, который что-то в колхозе взял, что ли, ну, какой-то мешок зерна, что ли, и на что, значит, будущий отец Павел Груздев встал и сказал, а может у него дети с голоду помирают, что же мы его будем судить за мешок зерна. С тех пор, значит, это в монастыре, ну, пришла там депеша, больше дураков в народные заседатели не назовите. Так вот, этот отец Павел Груздев, он, ну, у него много было разных интересных случаев в жизни, он рассказывал свой первый урок Божьего милосердия. Ему было только-только семь лет, он уже жил при монастыре, и вот только-только начал ходить к исповеди, и у них там при монастыре была пасека. В монастыре там был женский, значит, вот, и он при этом в монастыре, как мальчишка, вот, там стоял по служению. И вот он говорит, начали мед качать на монастырской пасеке, и тут, как тут, я на монастырской лошадке мед развожу. Распоряжалась медом в монастыре только игуменья, она и учет меду вела. А медкута хочется, да и сестры-то хотят, а благословения нет. Не верю нам, нам меду есть. Матушка-игуменья, говорю, медкута благословите, не положено побольше, отвечает она. Ладно, соглашаюсь, как хотите, воля ваша. А сам бегон на спотный двор. Бегу, в голове план зреет, как медкута раздобыть. Хватаю крысу из капкана, которая побольше, несу к леднику, где мед хранят. Погоди, зараза, и мигом с ней туда. Ветушью крысу медом вымазал, несу. Матушка-матушка, а с крысы мед течет, я ее за хвост держу. Вот, в бочонке утонула. А крику, что ты, крыса срода меду не видела, и бочонка того. А для всех мед оскверлен, все в ужасе, крыса утонула. Тащи полуше тот бочонок, и вон его, велит игуменья. Только-только, чтобы его близко в монастыре не было. Хорошо, мне то и надо. Давай, вези, увез, где-то там припрятали. Пришло воскресенье, идти на исповедь. А исповедовал протоиерей отец Николай Розин. Умер он давно. Отец Николай, батюшка, начиная я со слезами на глазах. Стыдно. Так мало так. Бочонок меда-то я стащил. Не о себе думал. Сестер пожалел. Хотел угостить. Да, Павлуш, грех твой велик. Но то, что попечение имел не только о себе, но и о сестрах, вину твою смягчает. А потом тихо так мне на ушках шепчет. Бидончик один мне тоже нацеди. Господь за твою доброту и раскаяние грех прости. А я за тебя помолюсь. Ну, короче, священник говорит, потом объяснил ему, конечно, говорит, просто если мы сейчас игуменье расскажем, ну, тебе плохо будет. То есть, ты давай сохраним эту тайну исповедь. Вот. И мед неси мне, а я его уж раздам. Ну, мало ли откуда у меня мед. Какая-то разница. Ну, так, говорит, Господи милостивый, слава тебе, легко-то как. Бегу, бидончик меда, протеерею несу, в дом снес, попади и отдал. Слава тебе, Господи, гора сплетит. Божье милосердие. Грех отпущен, все, легко стало. Вот такая ситуация. Читали мы с вами сегодня из первого послания Петра о том, как Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости возродивший нас в воскресении в Иисусе Христа, из мертвых купования живому к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру в соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Похвали чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру в вашу спасение и душу. Вот здесь о Божьем милосердии святой апостол Петр получает нас. Во-первых, Божье милосердие дает нам живую надежду. Что такое надежда? Обычно под надеждой подразумевают неуверенное ожидание чего-то невероятного. Как это в последнем фильме про то, о чем там говорят мужчины, сказано. То есть, там, человек, они спрашивают, так что же, надежды нет? Ну, давай так, только отвечать. Надежда есть, а того, на что она есть, того нет. Вот. Ну, так действительно в мире. Надежда есть, но того, на что она есть, того нет. Обычная надежда выражается словами, а вдруг, авось, она умирает последней, но все же умирает. А вот апостол Петр говорит о христианской надежде, которая не просто живая, но живущая через воскресение Иисуса Христа буквально. Другими словами, христианину можно спросить, когда умрет твоя надежда? Тогда же, когда умрет воскресший Христос. И святой апостол призывает нас радоваться, благодарить Бога, вырвавшего нас из беспросветной тоски и заранившего в нас искру своей жизни. Бог приготовил нам утешение не только в факте того, что нам дана вечная жизнь, но и качество этой вечной жизни. Божьим милосердием нам дается великое наследство. Наследство нетвенное, непорочное, неувядающее. Сохраняемое на небесах для вас силой Божией через веру соблюдаемых и спасением. Наследство, вот здесь святой апостол Петр говорит, во-первых, оно нетленное, буквально неуничтожаемое, то есть то, что никогда не кончится. Возможно ли на небесах утратить Божие милосердие? Кто-то спрашивает. Можно ли с небес попасть в ад? Святой апостол Петр говорит, нет, это нетленное наследство. Там нет тлений, там нет смерти, там нет греха. Оно непорочное, то есть никакого греха, ничто из желаний наших на небесах не будет греховным, ни в чем не нужно будет себе отказывать, там никакого вреда не будет. Наследство неувядающее. Там не будет ухудшения качества жизни, там ничего не будет устаревать, там все будет только развиваться, только становиться лучше. И вот Бог обеспечивает наше спасение и получение этого наследства милосердием своим, силой Божией через веру, сила Божия, благодать Божия, нетварная энергия Божия. Что делать, если слабеет вера? Обращаться к Богу с просьбой об укреплении. Тот же отец Павел Груздев рассказывал, что уже в лагере он был, там, ну, сидел довольно долго, ну и там пришел новый начальник, который стал подговаривать уголовников, ну, как всегда, вот все попы там, все были осуждены по 58-й статье, ну, и множество политических. А уголовники, зэки, ну, они были, как такое, ну, начальство для заключенных. И вот было дано задание, как бы, морить голодом верующих. Это была первая лагерная зима 41-42 года, рассказывал отец Павел. Уголовники несколько дней лишали его обеда. Единственного пайка. Только, говорит, баланду получу, несу, подножку поставили, упал, все разлил. Всех добочек. Была заначка у него, спрятан кусочек хлебца, маленький такой, говорит, с полладони, столько давали хлебца в день. Выследили, все украли. Есть хочется. Невероятно. Что делать? Было Рождество под Рождеством. Делал. Он налился. Ну, что? Единственное, говорит, что, ну, как бы, я был бесконвойный, поскольку ему доверяли, он был честный человек. Пошел в лес, говорит, у меня был пропуск, как у бесконвойного, с неба по колено. Думаю, может, никаких ягод в лесу найду, рябины или еще чего. И вдруг, вот чудо Божие, говорит, смотрю, поляна, снега нет, ни одной снежинки, и стоят белые грибы, и не дали. Развел костер, грибы на палку сыру нанизал, обжаривал, ел и наелся. Господь дает вот такое чудо, когда прям совсем край. И святой апостол Петр говорит, утешайтесь нынешней радостью, ликуйте, поскорбев, если нужно, в различных искушениях. В чем наша нынешняя радость? Победа над искушением. Святой поэтий, святогорец, рассказывал, когда его спросили, что такое справедливость божественная, он говорил, что есть справедливость бесовская, есть справедливость человеческая, есть божественная. И он говорит, справедливость божественная, это когда ты делаешь то, что доставляет покой твоему ближнему. К примеру, если тебе нужно разделить что-то между собой и ближним, то дай ему не половину того, что имеешь, а столько, сколько он хочет. Спроси его, сколько ты хочешь взять себе? Две с половиной или три части. На, возьми их. Отдай другому хорошую, а себе оставляй днилое. Отдавай другому большую часть, а себе оставляй меньшую. Вот, представь, сестра приносит нам сейчас 10 слив. Сатанинская справедливость. Это когда я от чревоугодия съем 8 слив и оставлю тебе 2. Это несправедливо. Сатанинская справедливость. Поскольку нас двое, если я скажу, съем 5, опять оставлю тебе, поступлю по человеческой справедливости. А если я увижу, что ты очень любишь сливы, они пришли с тебе по вкусу, я съем только одну и скажу тебе, окажи мне милость, доешь остальные, а то мне они не очень нравятся. Да так, к тому же у меня от них живот болит. Вот это и будет справедливость божественная. Нас может обрадовать вот эта любовь Божия взамен всех тех благ, которые мы, может быть, здесь утрачены. Тот же отец Павел Груздев рассказывал, что иногда было так, что там собиралась в лагере целая епархия. Много монахинь, архимандритов, игумены, два епископа, говорит, было у нас в лагере просто монахи, несколько архимандритов, ну и так далее. Было много верующих женщин, которых всех окрестили монашками и безграмотных крестьянок, и игуменей различных монастырей, то есть целая епархия. И она говорит, удавалось договориться с начальником второй части, ведавшей пропусками, водить в лес всю эту епархию очень редко, и там проводить богослужения на лесной поле, это было в уральском лагере, в тайге, служили литургией. Для причастной чаши готовили сок из ягод, из черники, земляники, ежевики, брусники, что Бог пошлет. Пайку собирали, чтобы был хлеб. И какая пайка во время войны? Хлеб, как глина. Ну и такая. Вместо алтаря был пень, полотенца осветили, служила как сакас, из консервной банки сделали кадила, и епископ, облаченный в арестанское тряпье, раздели шеризы мои себе, и об одежде моей, и мета шерили. Предстояло лесному престолу, как Господню, ему помогали все молящиеся. Тело Христова примите, источника бессмертного вкусите. Пел хор заключенных на лесной поляне. Как молились все, как плакали, не от горя, а от радости молитвенной. При последнем богослужении что-то случилось в флагпунте, кого-то куда-то переводили, стали думать, что же делать. Запретят больше богослужения, не мы сможем выбраться. Что делать с пнем? Он же уже освящен, алтарь. Молния ударила в пень, прошла гроза, ударила молния прямо в пень, служивший престол, чтобы не оскверлили его потом. Он выгорел до тла, на месте его появилась воронка, полная прозрачной воды. Охранник, видевшись все своими глазами, побелел от страха, говорит, ну вы здесь все святые. Были случаи, когда вместе с заключенными причащались в лесу и некоторые из охранников-стрелков. Шла Великая Отечественная война, начавшаяся в воскресенье 22 июня 1941 года, в День всех святых в земле российской посиявших, помешавшая осуществиться государственному плану безбожной пятилетки, по которому в России не должно было остаться ни одной церкви. Помогло Россию выстоять, сохранив православную веру, разве не молитвы и праведная кровь миллионов заключенных, лучших христиан России? Высокие сосны, трава на поляне, престол, херувинское небо, причастная зековская чаша с соком из лесных ягод. Верую Господи, что сие есть самое причистое тело Твое, и сия есть честная кровь Твоя, и жазаны из-за многих проливаемые на оставление грехов. Господь не милосердие превращает и лесную поляну в величественный храм. «Достигай, наконец, веру в ваше спасение душ», пишет святой апостол Петр. «Достигай» некое достижение, некая цель. В Патерике написано, как некий брат, подвергшись искушению и смущению, оставил монашеские правила. А когда хотел опять начать молиться, как положено, то все время смущался и говорил себе, «Как же я возвращусь к тому состоянию, в котором был прежний?» Унывал, не находил в себе сил, чтобы снова начать монашеский подвиг. И подошел он к некоторому старцу, поведал ему обо всем, а старец в ответ рассказал ему притчу. Один человек имел землю, которая по небрежению его обратилась в бесплодную, взросла сорняками и терниями. Понадобилось ему возделать ее, и сказал он сыну, «Пойди очисти наше поле». Сын пошел, но когда увидел, что оно взросло сорняками, пал духом и сказал себе, «Разве я когда-нибудь искореню все эти сорняки и очищу землю?» С этими словами он лег на землю и предался слуг. Так поступало много дней. Потом пришел отец посмотреть, что сделано, и увидел, что не сделано ничего. Он сказал, «Сыну, почему ты до сих пор ничего не сделал?» Юноша ответил отцу, «Я увидел, как много сорняков и отказался от работы». А отец сказал, «Если бы ты каждый день обрабатывал хотя бы такой кусочек земли, какой ты занимаешь лёжа на ней, то работа твоя мало-помалу продвигалась бы». Юноша поступил по наставлению отца, и в короткое время поле было очищено и обработано. «Так и ты, брат, мало-помалу входи в подвиг и не унывай, а Бог благодатью и милосердием своим возведет тебя в прежнее состояние». Услышав это, брат ушел и терпеливо, пребывая в келье, поступал так, как был научен старцем. Обретя душевный мир, он преуспел, о Господе Иисусе Христе. Не гонитесь сразу за великими святыми подвигами. Начните с малого. Чуть-чуть. Делать немного всё равно лучше, чем не делать ничего. Мало-помалу достигнете великих Божьих благословений. А порокой в этом будет великая Божия велосердие, изливающаяся из пронземного Бога Господа Иисуса Христа. Кровь и вода, благодать Святого Духа, очищающая нас от всякого греха. Давайте помните об этом в воскресении велосердия Божьего. Аминь. Встанем и исповедуем нашу общую веру. Верую в двоединого Бога, Отца Всемогущего, в Отца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несохворенного, единосущного Отцу, через которого все соколено. Ради нас, людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося Святого и Марии и Евы, неставшего человеком, распятого за нас, припомьте и пила, страдавшего, и погребенного, воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь предыдущего со славным судей живых и мертвых, и царству его не будет конца, не в Духа Святого, Господа Животворящего, а Отца Исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который обещал через пророк, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь исповедует единое крещение во отпущение грехов, ожидая воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Возлюбленные братья и сестры, возрадуемся и возвеселимся чистым сердцем прославляя Бога. Расподобит Он нас воспеть воскресение Христова вместе с хором Ангелов. Услышь нас, Господи! Услышь нас, Господи! А патриархи нашим Леонардо обо мне недостойны на всем духовенстве, чтобы Отец Небесный исполнил нас Святого Духа. Господа просим, Услышь нас, Господи! Иисус, уповая на Тебя! Христе, верный первосвященник, припоручаем Тебе, патриарху нашего Леонардо, духовенство и монашествующих, чтобы ради Твоего бесконечного минасердия они обрели силу Духа и вели верных в спасение. Иисус, уповая на Тебя! Иисус, доброта бесконечная, просим Тебя за всех живущих во мраке сомнений и страха, чтобы ради Твоей пасхальной победы они обрели покой души и упование на Твою любовь. Спаситель мира, припоручаем Тебе людей, погрязших в тяжких грехах, чтобы ради Твоей бесконечной доброты они вскопили на путь обращения и обрели радость в христианской жизни. Иисус, уповая на Тебя! Христе, победитель смерти, припоручаем Тебе наших братьев во временном наказании, чтобы ради Твоего сошествия преисподнюю они созрели для полного общения с Тобой в любви и удостоились созерцания Божьей славы. Иисус, уповая на Тебя! Милосердный Господи, припоручаем Тебе нашу общину, чтобы неустанно горел в наших сердцах огонь чистой любви и стремление жить по Евангелию. Иисус, уповая на Тебя! Господи, Иисусе Христе, Ты пришел, чтобы даровать нам спасение! Просим Тебя ради милосердия Твоего, не спошли всем прощение и мир! Ты живущий и царствующий во веки веков! Иисус, уповая на Тебя! Молим Тебя о наших нуждах за принятие важных решений по работе, мудрость, здравомыслия, об исцелении врача, от трудной зависимости в Украине, построить дом добрых воспитателей, логопев, об операции в Олесе, подруги, дочери. Иисус, уповая на Тебя, просим о здравии Иисус, уповая на Тебя, молим Тебя, Иисус, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и прислой во веки веков! Аминь! Будем готовиться к Святой Евхаристии, собирать пожертвования и выбрать мальчилы с отцами. Спасибо. Продолжение следует... 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 Спасибо.